всем привет меня зовут соня и сегодня немного необычное видео на моем канале во первых потому что вы видите мое лицо во вторых потому что мы не будем говорить на тему связанные с рисованием хотя обычно я этим занимаюсь но я хочу так сказать нести некоторые разнообразие поговорить о теме которая меня давно волновала который я давно хотела поговорить но мне было не с кем так скажем поговорить и поэтому я решила что интернет это лучшее место куда можно вывалить свое говно я надеюсь это видео будет полезно тем кто столкнулся с этой проблемой родителям тех кто столкнулся с этой проблемой и вообще любому человеку который просто заинтересован этой темой почему я не знаю но добро пожаловать сегодня мы будем обсуждать дислексию дисграфию мой опыт связанный с этим и что я собственно говоря делала чтобы облегчить мое существование и как она сработала и почему сейчас я могу нормально разговаривать в общем начнем мы с небольшой предыстории у меня здесь лежит мой источник заметок по которым я буду проходиться чтобы не запутаться и все такое прочее когда я училась начальной школе у меня были проблемы с письмом и чтением писала я из рук вон плохо ошибки на ошибки и так далее и тому подобное например самый яркий пример моей жизни это то что когда дело доходило до диктантов и мы писали диктанты не приходилось делать работу над ошибками после чего мне приходилось делать работу над ошибками над работой над ошибками и так далее и тому подобное до момента пока учительница не жалилась надо мной или над то самой собой я не уверена в этом вопросе и не позволила мне Steince списывать мою работу над ошибками из книги из которой она читала нам диктанты по чтению Тоже такой довольно яркий пример. В четвертом классе, когда был очередной период проверки наших возможностей чтения, скажем так, стандартов или что это было, я не помню, я за минуту прочитала всего 44 слова, хотя все остальные мои одноклассники читали по 120, по 140. У нас была девочка, которая прочитала 160 с чем-то слов в минуту и это считалось нормой. Я же прочитала всего 44 слова и как вот я сегодня с утра погуглила, оказывается нормой для четвероклассника является 90 слов. Но благо нам не ставили тогда за это оценок и это не было чем-то сильно влияющим, так скажем, на вашу судьбу при прохождении в пятый класс и поэтому это не вызывало такой большой проблемы. Когда я поняла, что со мной все совсем не в порядке, это было в пятом классе, проблеме чтения и письма присоединилась еще и математика. И оказалось, что я не могу и даже одной трети того, что могут мои одноклассники и я по сути двоечница, что по русскому, что по математике теперь. Все понимали, что с этим надо что-то делать, но что делать с этим никто, понятное дело, не знал. Да, и я не уверена, что и сейчас у нас в школах знают, что с этим делать и знают, как с этим вообще бороться, прощаться и так далее и тому подобное. В тот же период моя мама захотела отправить меня в новую школу с бассейном и другими плюшками. Все очень круто, все для детей и все такое прочее. Но там было, нельзя было туда просто принести ребенка и сказать, вот, теперь он будет учиться в вашей школе. Необходимо было отправить ребенка на тестирование и меня отправили на это тестирование. Изначально объяснялось все так, что там будет просто тестирование, никакого диктанта и поэтому как бы и была надежда на то, что я поступлю. Потому что в принципе правила-то я знала, я не умела ими пользоваться. То есть даже не в той степени, что не умела ими пользоваться. Я, зная правила, я не могла их применять. Это не потому, что я не хотела или еще что-то. Я просто не могла их применять. День тестирования. Мы приходим в класс, нам говорят, вот сначала тестик, а потом диктант. И как бы контрольный и диктант. И я вроде как написала тест. Дальше мы переходим к диктанту. Нам этот диктант диктует внезапно. Я записываю, сдаю, выхожу. И тут нам объявляют, что как бы по тесту, по контрольной, мы не будем смотреть на это. Мы будем смотреть на диктант. Потому что вот мы сейчас так подумали и решили, что это будет лучше. Нежели мы будем просто правила изучать. Потому что главное же не правила, да, не знание этих правил. А главное именно то, как они применяются. И в принципе, да, это понятно. Но в итоге я не просто провалилась, а я просто с треском разлетелась на этом диктанте. Я всего набрала из 100 баллов 12. Мама была очень сильно расстроена. И вот тогда, именно в тот момент, я поняла, что это, ну вообще, типа, со мной реально что-то не так. Я пыталась разговаривать с родителями. Родители говорили, все в порядке, ты просто ленивая. Ну, стандартная тема, что еще могут сказать родители. И вот это мое, ты просто ленивая. Ну, я-то понимаю, потому что я стараюсь. Но у меня реально не получается. Что бы я ни делала, я все равно получаю колы-единицы. Спроси меня, я знаю. Но попроси написать, я не знаю. В целом, сейчас я понимаю, что отправить меня на тестирование, это довольно большая и грубая ошибка. Потому что, ну, я бы его и не написала. И я бы не ожидала от себя, что я бы его написала, знаете. Но такое есть. И что с этим поделать? Пока что ничего. Конечно, еще один такой момент. То, что, скорее всего, люди, которые проводили бы тест, или тот самый диктант злополучный, они, скорее всего, понимали, что ни один здоровый, здоровый, да, пятиклассник не станет писать с таким большим количеством ошибок. Но либо тут в ход шла политика того, что если человек так, ну, если ребенок так пишет, значит, он не обучаемый. Или, типа, нам не нужны такие дети, потому что для них нужно создавать собственную среду обучения и так далее и тому подобное. Ну, такие вещи, да. И, в принципе, я, наверное, могу это понять. Я просто не могу понять, почему такое отношение до сих пор существует к детям с дислексией, с дисграфией. Но со временем я нашла некоторые способы, так скажем, облегчить мое существование и даже наоборот апнуть мой уровень письма и чтения. Давайте перейдем к тому, как же я научилась управлять всем этим, облегчила себе существование и даже в какой-то степени увеличила свой скилл, назовем это так. Для начала определимся с входными данными, чтобы мы все прекрасно понимали, в чем были конкретно мои проблемы. В основном у дислексиков и дисграфиков у них примерно одна и та же картина. Просто у кого-то что-то лучше, у кого-то что-то хуже. И вот что было для меня прям основной проблемой. Это первое. Я читала по слогам. Пятый, шестой класс. Я все еще читала по слогам. Второе. Я не понимала смысл прочитанного. Сколько бы раз я не читала одну и ту же строку, страницу и так далее, я могла просто не понять, о чем идет речь. Третье. Я путаю местами буквы, когда читаю и пишу. Четвертое. Я зеркалю буквы или пишу справа налево. И пятое. Я допускаю орфографические ошибки от пишу, как слышу, до недописывания слов. В принципе, все то, что я перечислила, для дошкольника или первоклассников плюс-минус, возможно, будет нормально. Но когда ты учишься там в шестом-седьмом классе и делаешь ровно то же самое, ну, это, наверное, печально. Ну, не наверное, а точно. Для меня это было печально. Но с этим надо было что-то делать. Во-первых, учить орфографию, я поняла в определенный момент, что это бесполезно. Учить правила, грамматику и так далее, это просто бесполезно для меня. Потому что независимо от того, знаю я эти правила или не знаю, пользоваться я ими все равно не могу. Я все еще продолжаю писать, как курица лапает, некрасиво, непонятно, слова переставляются, буквы переставляются, что-то недописывается. И в итоге это все превращается в одну сплошную кашу. Кому это надо? Никому это не надо. Поэтому мне необходимо было придумать какой-то свой метод, да, усвоение материала, чтобы я могла хотя бы минимально сократить количество ошибок. Которое у меня есть на письме. И на помощь мне пришел компьютер. Примерно как раз в то же время. Мне сейчас сколько? 24? То есть, чтобы вы понимали, да, это было больше 10 лет назад. Я не знаю, ну, я знаю, я была, у меня семья имела компьютер, и типа в этот момент мне как раз-таки допустили до него. И что я делала? Я брала учебник по русскому языку, брала домашнее задание и писала домашнее задание на компьютере. После чего я переносила это все в тетрадку, и таким образом мое домашнее задание было сделано. В чем смысл? Это не было как из ГДЗ списать. Был смысл в том, что я сначала пишу, выполняю домашнее задание на компьютере с ошибками, без ошибок, да, но делаю как вот написано. Оно у меня все было в красном, с красными этими, да, подчеркиванием. Вот мне показывал, что что ты делаешь, это вообще неправильно, зачем ты это написала, но я это писала и продолжала. Пока в конце, после того, как я не выполню все домашнее задание, я не, во-первых, проверяла себя, если это домашнее задание было на «подставьте букву» и все такое прочее, да. Во-вторых, там какие-то мелкие орфографические ошибки, да, там вместо «собака» написала «собака» или еще что-то такое. После чего я запоминала, как выглядит слово. Я никогда не могла выучивать правила. Я именно запоминала, как выглядят слова. Все. Только это. Меня только это спасало. Просто божественно хорошо и шикарно. Это то, что у меня немного лучше развита визуальная память, нежели дружба у моих полушарий. Потому что, если бы я полагалась на дружбу между этими двумя полушариями, я бы продолжала писать неправильно. Но так как у меня есть хоть какое-то визуальное восприятие, да, я как-то могу видеть, запоминать информацию, исходя из того, что я вижу, это мне и помогало запоминать то, как выглядят слова и писать их впоследствии плюс-минус правильно. Намного лучше, нежели я делала это раньше. Именно запоминание слов. Такая система, такое правило, которому я следовала каждый раз, когда дело касалось домашнего задания по-русскому, спасло меня на 70%. Серьезно. У меня настолько повысилось качество моего письма, настолько повысилось качество орфографии того, что я писала. Я запоминала, да, грамматических ошибок практически не было, рофографических практически не было. Я запоминала конструкции не с точки зрения того, что там такое сказуемое и так далее. Я до сих пор не помню, что это такое. Спрашивать меня бесполезно. Я запоминала именно создавая в голове свои какие-то визуальные образы. И только с помощью них я и запоминала и усваивала какие-то правила и могла их потом применять. Конечно, когда дело начало касаться именно того, что расскажи нам правила, да, это всё очень сильно упало. Но, с другой стороны, я научилась нормально писать. Не идеально. Я до сих пор пишу с ошибками и все документы заполнять. Это для меня тоже одна большая трагедия. Но я научилась основной части, так скажем, да, чем могут заниматься обычные люди. И ещё один такой важный момент. Писать вручную я научилась только после того, как я научилась грамотно писать на компьютере. Я понимаю, да, довольно странно, но концепция как раз-таки в том, что лично, что для меня было неудобно, да, мой почерк до сих пор не устаканился. У меня нет определённого почерка. И когда, допустим, я что-то себе записывала, да, я не могла это прочитать впоследствии. Никогда. Вообще. Ни разу. Там сейчас я научилась как-то составлять, ну, как-то писать так, чтобы я это могла прочитать. Но в школе, первые там несколько лет в университете, и даже вот там три года назад, да, я не могла нормально прочитать то, что я написала. Поэтому я всегда всё старалась дублировать на компьютере и такое прочее. И писать я училась тоже на компьютере. Сейчас существует куча программ для детей, для того, чтобы научить их писать. И они сейчас примерно так и учатся, да. Они сначала учат то, как выглядят слова, буквы и так далее, а потом уже учатся их писать. И это нормально, это хорошо, это прекрасно. И, разумеется, такой метод у меня получалось проворачивать только когда родителей рядом не было. Потому что если бы были родители, всё, ты списываешь, ну, сами понимаете. После того, как я разработала какое-то правило, да, систему, по которой я училась писать, необходимо было что-то делать с чтением. Потому что, вот, например, случай, да. Когда шестой класс я перешла в новую школу, урок литературы, нас просят читать предложение по очереди. Я сижу очень нервно, меня всё это дело трясёт. Я просчитываю, какое количество человек идёт передо мной, какое предложение я буду читать. Я начинаю его зачитывать, читать, 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 практически заучивать, чтобы впоследствии, когда дошла до меня очередь, я не прочитала это как-то неправильно. Но я не умею считать. Я не знаю. Ну, как бы это такой лёгкий, простой момент. Я не умею считать нормально. Я просчиталась. Я просчиталась и в итоге начиталась, навыучивалась не того предложения. Когда доходит до меня очередь, я понимаю, что мне нужно читать другое предложение, я начинаю его читать, и это было фиаско. Я читала по слогам, я постоянно перескакивала слова, я додумывала слова, и вместо того, чтобы перейти на правильную строчку, да, я перескочила на две строчки ниже и начала читать. Тишина повисла в классе. Никто не понимал, в чём прикол. Учительница тоже не понимала, в чём прикол. Но я понимала, с ужасом понимала, что это далеко не всё, что она ещё от меня натерпится. Что помогло мне в этом вопросе? В этом вопросе, как бы жутко плохо это и неприятно не звучало, мне помогло домашнее чтение. Родители всегда находили интересную для меня литературу. Если они не могли найти, её находила я. Читала. В ход шли даже фанфики. Чтобы вы понимали. Потому что мне всегда было очень некомфортно читать. Я не всегда могла понять, о чём идёт речь. То есть я как бы прочитала, да, но смысл прочитанного до меня просто не доходил. Мне приходилось это дело через себя прорабатывать, да, там какие-то моменты, узнавать вот это вот всё, по нескольку раз перечитывать одно и то же. Уже ничего реально не помогало, просто кроме того, что ты садишься и начинаешь читать то, что тебе интересно. Школьную литературу я не читала. В начальной школе за меня дневники чтения писала моя сестра. Христоматию мне тоже было неинтересно. Там пару раз что-то читала бабушка. Меня садила, давала я читала, она потом проверяла. Это было бесполезно. Мы все радостно плакали и всё такое прочее. Просто интерес. Всё удалось, всему удалось выехать чисто на интересе. Мне было интересно. Я об этом читала. Потихонечку, очень медленно, очень медленно. Я научилась читать быстрее. Потом я научилась не перескакивать через строчки. Потом я начала потихонечку понимать, лучше въезжать в смысл прочитанного. Потихонечку вот это вот всё как-то вот настраивалось, грубо говоря. То есть, да, мне до сих пор порой сложно, тяжело читать. Слова как будто перескакиваются, да, там смысл не всегда понятен. Если уж говорить вслух, так это вообще полная жопа. Пардон. Потому что, ну, серьёзно, не умею я читать. Я вот сегодня спросила у своего Монмари, что он может сказать о том, как я читаю вслух, на что он сказал, что я это даже записала, сейчас прочту. Моё чтение очень скучное, нет живости. Диалог такое чувство, что заранее прописан, и что если я рассказываю интересные вещи, то под них записывать, засыпать только интересно. Видите, я сама написала это. Я написала это на айпаде, и я не могу это прочитать. Шикарно. В общем, что я очень скучно читаю, что под это легко засыпается, и даже если я что-то интересное рассказываю, под это очень интересно засыпать. Я это понимаю. Я сама, я же когда монтирую видосики, в основном я читаю заранее записанный текст, но чтобы не выходило таких длинных видео, как сейчас. Но я понимаю, что с этим нужно бороться. Я понимаю, что мне нужно либо научиться читать интереснее, либо рассказывать то, что я написала, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. Потому что, когда я рассказываю, получается живо, интересно, и как-то так, да, какие-то события и всё такое. А когда я читаю это монотонно, я стараюсь играть с интонацией. Но у меня этого не получается. Я не знаю почему. Мне кажется, что получается, но когда разговор заходит для других людей, они говорят, нет, не получается. Очень скучно. Стихи я точно так же в школе, кстати, рассказывала. Безупречно монотонно вообще все засыпали. Поэтому меня, в принципе, наверное, никто и никогда не чмырил за то, что я так плохо читаю по слогам или вообще читаю, да, вслух. Потому что это всегда было монотонно, и это просто было невыносимо слушать. Ещё что мне помогло? Ещё мне помогло чтение на иностранных языках. Во-первых, в принципе, изучение иностранного языка очень хорошо развивает мозг. Память и всё такое – это очень полезная штука, и я всем всегда рекомендую и выступаю за это. Но что более интересно, когда ты читаешь текст на иностранном языке, ты не можешь полагаться только на знание языка, скажем так. То есть, когда я читаю что-то на русском, я могу догадать слова. Догадать. Догадаться. Догадаться, чем заканчивается слово, да. Но когда речь идёт о иностранном языке и тексте на иностранном языке, так не получится. Тебе нужно, необходимо дочитать слово до конца, чтобы понять, о чём идёт речь, да. Собственно, именно чтение на иностранном языке мне и помогло в этом. Я научилась более сосредоточенно подходить к чтению и более чётко понимать, о чём идёт вообще речь, да. Да, это намного тяжелее, чем на русском языке, но в целом нормально. Типа, ты к этому привыкаешь. Голова болит, что после чтения на русском, что после чтения на английском. В любом случае, болит ужасно, но это как раз-таки та вещь, над которой я хочу работать и хочу совершенствовать её. И именно поэтому у меня и получается её совершенствовать. Потому что я всегда нахожу какие-то интересные способы и новые по самосовершенствованию, да, в этом вопросе, которые я не делала до этого, да. Я, допустим, понимаю, что, ага, я прочитала какую-то статью на английском, и я заметила то, что я, например, лучше фокусируюсь, и что после того, как я почитала что-то на английском, мне проще почитать что-то на русском. То есть это работает как некоторая разминка для мозгов, по крайней мере для моих. И, возможно, для вас, для ваших тоже это поможет. И, о, прикольно. И вам тоже так станет полегче немножечко. Я, ну, опять же, это мой опыт, поэтому я им и делюсь. Так, мы рассмотрели основные. Это письмо и чтение, а теперь маленькая ремарочка. Дискалькуязия. Это примерно то же самое, что и дизлексия или дисграфия, но только с цифрами. Я надеюсь, что я правильно произнесла это слово, иначе это будет просто трагедия. У тебя все время переставляются цифры, ты не очень понимаешь смысл того, что написано и все такое прочее. Как у меня это проявляется? Проявляется это в том, что я могу, точнее, не могу на калькуляторе считать даже. Не говоря уже о том, чтобы в уме, там вот это вот все. Нет, я не умею этого делать вообще. Как с этим бороться? Я не знаю, честно. Я не знаю. Единственное, что мне помогает, это перепроверять все по 10 раз. Если я работаю с цифрами, если мне нужно что-то в цифрах, я проверяю все по 10 раз. Я проверяю справа налево, слева направо. Все проверяю. Потому что я знаю, что я очень сильно могу накосячить. Особенно, когда дело касается работы, потому что у меня там тоже циферки есть. Просраться не очень хочется. Это реально единственный способ, который я знаю. Это просто перепроверять. Я никогда не считаю в уме ничего. Но с университета я перестала считать в уме. На листочке и так далее. Я всегда пользуюсь калькулятором. И всегда стараюсь сделать так, чтобы я на этом калькуляторе забила правильные значения. Алгебра была полегче, потому что там можно было выучить формулу. Именно визуально, о чем я и говорила раньше. Опираясь на мою визуальную память, я могла выучить формулу. И из-за этого у меня не было таких больших проблем, как какие у меня были проблемы в пятом классе. Грубо говоря. Когда дело касалось именно того, что нужно было что-то посчитать. В конечном итоге, что я хочу вам сказать. Если вы столкнулись с такой проблемой, и вы осознаете, что у вас есть дизлексия или дисграфия, есть вроде бы как, я ловила в интернете иногда такие вещи, то, что существуют какие-то курсы и прочие а-ля помогательные моменты для детей с дизлексией. Проблема в том, что я считаю, что в некоторых случаях, особенно в такой ситуации, лучше самостоятельно подыскать выход из ситуации. С родителями. Можно проконсультироваться, но не опираться на какие-то существующие техники. Вы можете их попробовать. Всегда. В принципе, смысл этого видео в том, чтобы попробовать то, что я вам сказала. Но смысл в том еще и, что необходимо прислушиваться к самому себе. Если тебе что-то не помогает, значит, это тебе не помогает. Если не наблюдаются изменения, случай с дизлексией и дисграфией, самое главное, нужно помнить, что изменения не придут завтра. Они не придут даже послезавтра. Я заметила реальные улучшения спустя год после того, как я это делала. Но в принципе, что я теряла? Я ничего не теряла, потому что так у меня улучшились оценки, потому что я сразу переписывала, грубо говоря, без ошибок. Мне не приходилось делать в сотый раз работу над ошибками. Во-вторых, эти изменения, они были ощутимыми. Мне было проще, мне было легче. И это мне помогало. Но действительно, вот прям громадные, я ощутила только через год, когда мы там писали диктанты очередной. И я, вспоминая, как выглядели слова, потому что я эти слова уже где-то видела, где-то читала и так далее, я их писала. С чтением до сих пор у меня есть проблемы, но они уже не настолько глобальны. Я уже не читаю так плохо, как это было раньше. Я в прямом смысле читала по слогам. Поэтому нужно помнить, что в первую очередь вы должны ориентироваться на себя. Нужно давать себе время и давать себе испробовать новые способы. Именно таким способом, именно таким образом у вас получится достичь чего-то в этом направлении. Для родителей. Во-первых, не расстраивайтесь. С этим люди живут прекрасно, отлично, вообще 10 из 10. И вы, наверное, уже знаете, что куча знаменитостей, куча великих ученых и так далее и тому подобное, у них была дизлексия. К этому нужно относиться просто спокойнее. Не расстраиваться, не раздражаться на ребенка. Ему самому неприятно от того, что он в такой ситуации. Он не ленивый, ему просто самому не получается. У него полушария друг с другом не разговаривают. Ваши разговаривают, и у вас все хорошо. А у вашего ребенка они не разговаривают, и вы ничего с этим не поделаете. Нету сейчас таких методик, которые бы решали эту проблему раз и навсегда. Нет, с этим просто нужно смириться и помогать ему по возможности. Не осуждать его, не ругать его, не называть его ленивым и вообще ни на что не способным. Возможно, у него есть другие качества, на которые вы просто не обратили еще внимания. Например, и детям. Да, это неприятно. Это действительно очень неприятно. По моей практике это заставляло меня чувствовать говном 24 на 7, находясь в школе. До момента, пока я не начала видеть какие-то результаты моей работы. Разговаривать нормально, без тяжелых проблем я научилась, наверное, только к четвертому курсу университета. Но это путь, который я прошла, и я уверена, пройдут и остальные люди. Это не так сложно, как нам это кажется в самом начале пути. мы способны преодолеть намного большее, чем нам кажется. И как раз таки вот эта ситуация с дислексией, с дисграфией, она отлично мне доказала и докажет вам, что мы способны на большее. В конечном итоге все, что я хочу вам сказать, это чтобы вы всегда находили интересные вещи, чтобы почитать. Пускай это даже будут фанфики. Это тоже неплохо. Если они без ошибок, то это только плюс. Во-вторых, не боялись пробовать новые методы, если только это не лечение током. Лечение током – это всегда отстой. И в-третьих, не стыдились того, что вы чего-то не умеете или не можете в сфере своих способностей. И чтобы вы не переживали по этому поводу. Так что спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам очень интересно. Мне было очень интересно окунуться в воспоминания и вспомнить о том, как у меня проходило мое детство. Очень интересно. И поделиться с вами всем тем, что лежало у меня на душе. Всем спасибо. Всем пока.